Мало кто помнит прежний облик Льва Толстого от Садыгалиева. Неделю назад вот так успешно власти города открыли еще одну проезжую часть для бешкекчан, которой и вовсе не было. Мы пробили улицу Льва Толстого в западном направлении от улицы Садыгалиева до улицы Алхолова. Тем самым героем, который подарил достаточно нескромный участок земли столицы, стал 45-летний Распека Даджанов, уроженец Кадамджайского района. Он же отец четверых детей. Мне не жалко, а напротив приятно. С этих слов началась наша беседа. На площади 11 соток земли был его огород, который пошел под снос. Этот участок он подарил для расширения и продления дороги Льва Толстого, причем безвозмездно. Достаточно героический и патриотический поступок, считают в УКС. Еще в марте месяце ко мне пришли с мэрией по поводу того участка. Там раньше был сад черешни. Я просто предприниматель. Был разговор о компенсации, продаже данного участка. Но я решил посоветоваться сначала с родителями. За 11 соток сумма немаленькая, вы сами знаете. Но мне родные сказали, чтобы я не брал денег. Потому все делается для граждан, для нас самих. В 2003 году хозяинами и его родственниками было куплено 36 соток земли для продовольствия и хозяйства. За 15 лет был возведен там и дом тоже. Но под снос потребовался участок, где семья выращивала черешню, сливу, орехи и яблони. Он не жалеет о своем поступке. Не секрет, из-за тогдашнего тупика часто в этом районе и на альтернативах Льва Толстого образовывались заторы. Мои родители были категорически против того, чтобы я брал деньги за земельный участок. Я понимаю, за эту сумму я бы купил пять квартир в Бишкеке. Но по шариату нельзя препятствовать дороге, брать деньги за нее. Я ни капельки не жалею, что подарил городу свой участок. Приятно ездить самому Урсбеку, а другим водителям вдвойне. Сейчас Льва Толстого продлена на 1 километр 28 метров до улицы Алукулова. В то же время УКС не может пройти к консенсусу с другими домовладельцами, чьи дома или хозяйства попадают под снос. Так или иначе, на сегодняшний день мэрия выкуплена и снесена свыше 40 участков.